И в студии со мной сегодня бывший депутат КНЕС, это член партии АВОДА Нино Абисадзе. Добрый вечер, Нино. Добрый вечер. И бывший министр туризма, член партии НДИ Стас Месежников. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы, естественно, поговорим сегодня о новом бюджете, о договоре «Открытое небо». Но сначала я бы вам хотела задать вопрос о последних событиях. Все мы слышали высказывания министра финансов Яера Лапиды в отношении ультрарелигиозных евреев, его заместителя Микки Леви. То есть, в принципе, эмоции, они понятны. Вопрос в том, политики такого ранга, они могут себе позволить такие эмоции, на ваш взгляд? Нино, я бы хотела сначала от вас услышать ответ. Ну, во-первых, в демократической стране все, что совпадает с рамками закона и рамками этики, конечно, позволить себе можно до того момента, пока это не ударяет по чувствам того или иного сектора населения. Это, понятно, позволить, с одной стороны, конечно же, можно. Другой вопрос в том, зачем это вообще делать. И самое главное, с моей точки зрения, что это просто безумное желание каким-то образом отвлечь внимание израильского общества от истинных проблем, которые у нас накопилось такое количество, что их нужно решать на самом деле, а вместо этого не создавать какую-то вот выдуманную ситуацию между Яером Лапидом и ультра-ортодоксальным сектором. Я думаю, что он это делает только потому, что в израильском обществе это мнение, оно в определенной степени популярно, я не знаю, оно хорошо продается в средствах массовой информации. Я считаю, что этого делать на самом деле не нужно вообще, в принципе. А самое главное, чего делать не надо, это просто не нужно отвлекать внимание от тех истинных проблем, которые у нас есть. Как же быть тогда политикой? Я бы только хотела напомнить нашим телезрителям. Заместитель министра финансов назвал ультра-ортодоксальных евреев в прямом эфире радио паразитами. Стас, мы на самом деле от вас слышали ни разу не очень лестные высказывания в отношении ультра-религиозных евреев. Насколько вы согласны с риторикой нынешней? Смотрите, есть сущность, есть суть вопроса, есть форма. По форме Микки Леви, конечно, не прав, он депутат Неста, он публичная личность, он не может говорить все, что ему придет, но в конце концов он извинился тут же. По сути, Яр Лапид прав, он шел на выборы и получил 19 мандатов именно потому, что он сказал, что хватит пить кровь и ездить на плечах среднего класса, на тех людях, которые платят налоги, которые служат в Милуиме, которые служили в армии. Он пока на плечи этого самого среднего класса, насколько я понимаю, и устраивается, и собирается там присесть, об этом мы поговорим позже. Кстати, Яр Лапид, я просто хочу вам сказать, что Яр Лапид, так сказать, не оригинален, но об этом говорила партия «Наш Дом и Завель» в прошлом, в прошлой каденции, я, как вы только что сказали, не раз оборудовала. Вы там говорили папа Яр Лапида? Нет, папа Яр Лапида построил себя на ненависти к ультр-религиозным и не скрывал этой ненависти, хотя всячески подчеркивал, что никто вас не ненавидит. Но все его популистические выходки о покойных хорошо не говорят, да, так сказать, вообще не говорят. Плохо не говорят. Но он именно на ненависти получил свои 15 мандатов, которые канули в никуда в конечном итоге, потому что на ненависти нельзя жить. Но нельзя в том числе поддаваться, как вы говорите, популистическим выкрикам религиозных секторов, которые не попали впервые за многие годы в коалицию. Они считают, что это, так сказать, Германия 42-го года. Какая Германия 42-го года? Эли Ишай, который назвал, так сказать, выкрик Келопида летом, годом 42-го в нацистской Германии, когда в его предвыборном ролике, мы помним, что было с русскоязычной девочкой, которая как-то ждала этот факс, да, и куховид Гиур. Это вообще, именно Эли Ишай должен был напомнить об этом суровом прошлом в еврейском народе. Это вообще, так сказать, поразительно. Ну и все-таки, я думаю, что, может быть, с эмоциями нужно как-то осторожнее общаться, особенно, когда политикой такого уровня. Вообще, эта неделя началась с отрицательных эмоций договора «Открытое небо», который привел к серьезнейшей забастовке. Давайте мы сначала все вместе посмотрим материал по этому поводу, который подготовил наш господин Сергей Ауслендер, и потом мы его, естественно, обсудим. Не успели просохнуть чернила на соглашении «Открытое небо», которое израильское правительство подписало с Евросоюзом, а отечественные авиаперевозчики уже перешли в решительное наступление. Забастовка была объявлена как бессрочной. Не будем летать в новых условиях, и все тут, даже себе в убыток. А убытки намечаются нешуточные. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах по всему миру. «Бен-Гурион» был переполнен разъяренными туристами, которым в буквальном смысле испортили отдых. «Я купил билет туда и обратно, но мне надо быть в Лондоне завтра утром, и пришлось покупать другой за тысячу долларов, и эти деньги мне никто не вернет». «Впечатление было огромное, и все это было смазано вот таким вот... Причем, понимаете, что у многих просто не оказалось денег, чтобы взять новый билет. А сотрудники аэропорта им сказали, ну как это так? Вы приехали в чужую страну, и у вас нет денег». Разговор у авиакомпаний один. Летать в новых условиях не сможем, конкурировать не сможем, сразу разоримся. Ни в коем случае на израильский авиарынок нельзя допускать иностранцев. И профсоюзы в стороне, разумеется, не остались. Акция протеста, приковавшая к земле израильский воздушный флот, проходила при их живейшем участии. «Мы за конкуренцию и за открытое небо. Мы умеем и хотим летать, мы хотим работать, а нас желают уничтожить. Если это соглашение будет ратифицировано, гражданская авиация в стране умрет». «Да не умрет», — отвечают в правительстве. Не умерла же она в Европе, где открытое небо стало действовать еще в начале 90-х. Переговоры по поводу открытого неба израильское правительство вело с Евросоюзом почти три года. У израильских авиакомпаний была масса времени подготовиться. Но они не захотели или не смогли. Почему? А вот вам простой пример. В той же Эляль на 40 самолетов 6 тысяч сотрудников. А, например, в Эр-Берлин на 200 самолетов 9 тысяч человек. Исходя из такого сравнения, в немецкой авиакомпании должны трудиться 30 тысяч работников. Какая тут конкуренция? В правительстве решили на угрозы летчиков не поддаваться. Все выгоды открытого неба обсуждались сотни раз и ни у кого не вызывали никаких сомнений. В той же Европе за несколько лет действия соглашения цены на билеты упали на треть. Количество прямых рейсов между городами увеличилось почти вдвое. Какие еще могут быть аргументы в пользу этой системы? Министр транспорта вообще полагает, что впору открывать шампанское, а не бастовать. Скоро правительство ратифицирует это соглашение. Этот день нужно праздновать. Люди смогут летать в разных направлениях, меньше платить за билеты, больше будет туристов и больше рабочих мест. Мы не боимся забастовки. Мы ратифицируем этот документ. Авиаторы возразили. Это пассажирам будет хорошо, а нам плохо. Расходы вырастут и снизить цены на билеты мы не сможем. Особенно это касается обеспечения безопасности. У европейских компаний требования не такие суровые. Расходы меньше, значит конкурировать мы с ними не сможем. Это связано с нечестной конкуренцией. Европейские компании не тратят на обеспечение безопасности так много денег, как мы. Кроме того, есть проблема с размещением наших компаний в аэропорту Бен-Гурион. С безопасностью поможем, сказали министры. Вообще ощущения от забастовки странные. Похоже, никто в авиакомпаниях не читал, что такое открытое небо и как правительство собирается реализовать соглашение. Я понимаю, что для компаний, которая много лет была монополистом и существовала в тепличных условиях, тяжело перестроиться. Но у них было достаточно времени, чтобы это сделать. После долгих переговоров авиаторов все же удалось призвать к порядку. Полеты возобновились. Соглашение «Открытое небо» будет вводиться в действие поэтапно в течение пяти лет. А большую часть расходов по обеспечению безопасности государство берет на себя. Авиакомпаниям придется только научиться работать в новых условиях. Сергей Услендер, РТВА. В этом главная проблема – научиться работать в новых условиях. Стас, я, если не ошибаюсь, вы все время говорили, что реформа «Открытое небо» – это очень хорошо. Но компаниям нужно дать время на подготовку. Сам договор с Евросоюзом был подписан, если не ошибаюсь, около трех лет назад. То есть львийная часть этой подготовки должна была быть уже проведена каким-то образом при вашем правительстве, в котором вы были министром. Почему этого не произошло? Я хочу вам сказать, что, во-первых, я не просто был за, я был один из инициаторов вместе с министром транспорта «Открытое небо». Я считал, как министр туризма, что для Израиля это просто необходимо, потому что это не только полезно нам, жителям Израиля, летать в страны Евросоюза и оттуда принимать туристов. Сам всплеск туризма дополняет рабочие места, увеличивает доходы государств, создает малые и средние предприятия, способствует улучшению имиджа. Поэтому это было просто необходимо. Теперь, я все время говорил, что наша отечественная авиация, несмотря на то, что составлена из трех частных компаний, но давайте подумаем, что когда происходит, не дай бог, война или какие-то коллизии, скажем, землетрясения или еще что-то, и залетя они застряли на каком-то острове или на каком-то материке, кто туда летит? В первую очередь, компания «Эляль». Я считаю, что вот только что прозвучало в вашем репортаже то, что работает слишком много людей в авиакомпаниях, им придется сокращать это. То есть это произойдет в любом случае. Люди пойдут на безработицу. И они должны пойти на безработицу с полными пенсионными кассами. Государство должно являться гарантом в авиакомпаниях отечественных, чтобы люди, которые будут уволены в результате этой реформы, полезной реформы, ушли домой с полными компенсациями. Потому что если государство возложит это на отечественные авиакомпании, они точно рухнут. И мы останемся без нашей отечественной авиакомпании. И, как я уже сказал, в моменты коллизий никто уже не спасет израильтян, которые будут находиться в различных местах. Поэтому государство еще должно, оно не полностью, так сказать, закончило свою работу с нашими авиакомпаниями, а наши авиакомпании отечественные или другие должны четко позаботиться, чтобы стать частью конкуренции новой и решить, как они продолжают жить в новых условиях. — Нина, ну вы, в принципе, по зову сердца, по зову партии, должны быть, с одной стороны, на стороне работников авиакомпании, которые должны... — Я просто должна быть, я в любом случае на стороне любого работника, который работает в общественном и не в общественном секторе. — В этом-то вся проблема, потому что у этой медали есть две стороны, кроме работников авиакомпании. Есть еще работники совершенно тысяч разных других компаний. — И есть третья сторона, которая называется государством, которое должно заботиться о том, чтобы, с одной стороны, у работающих людей, работают они в авиакомпании, в частном предприятии или в государственном, чтобы у них было нормальное социальное обеспечение и нормальные гарантии социальные завтрашнего дня. К сожалению, в Израиле это не происходит уже много десятилетий, это одно. И второе, то же самое государство, которое находится над всем этим, должно было уже давным-давно позаботиться о том, чтобы конкуренция в Израиле была истинной конкуренцией и чтобы не было действительно монополии, Потому что не я, который разбирается в экономике, намного хуже, чем Стэнли Фишер, например. Но Стэнли Фишер я очень хорошо помню во время тех общественных протестов, в которых я участвовала, когда вы были на Ротшильд. Именно в этот период, когда мы говорили о том, что в Израиле все безумно дорого, неоправданно дорого, в два с половиной раза дороже в среднем по отношению к любым среднеевропейским ценам, тогда Стэнли Фишер сказал замечательную фразу, которую я повторяю, опять-таки, он понимает гораздо больше меня. Он сказал, я не понимаю, как такое может быть, что сначала была монополия, была одна компания, открывается вторая, а продукт становится дороже. Я несколько раз, например, это видела на примере авиабилетов в страны СНГ, бывшие страны Союза. Одна авиакомпания, билет стоил 500 долларов, стали летать две, он стал стоить 600 долларов. То есть вот никакой логики нет, если государство берет на себя обязанность объяснить своим гражданам, где действительно находится проблема. Нам пытаются сейчас, и это не впервые во время забастовок, объяснить, что основная проблема – это профсоюз. Подумайте на секунду. Профсоюз тот, кто должен защищать работников, причем всех. Я совсем не уверена, что израильский профсоюз защищает всех работников, и русскоговорящие граждане страны, увы, это знают не понаслышке. Это с одной стороны. Кроме того, профсоюз защищает всех работников, не всех работников, силовые методы. Не все, я с вами совершенно согласна. Ничего не пойдет, потому что есть два варианта. Нас пытаются отвлечь, опять-таки, систему приоритетов от того, кто создает основную проблему. А возможно, это те самые тайкуны, как говорят на иврите, корпорации, которые держат львиную долю, несколько десятков семей, которые содержат львиную долю всего израильского капитала, а все остальные 90%, или, я не знаю, большее население, должны каким-то образом делиться всем, что от них осталось. Мы ставим вместо того, чтобы говорить о том, чтобы не было более этих корпораций, которые частный бизнес должен зарабатывать. Я не хочу, чтобы все были бедными, но я хочу, чтобы распределение было более не менее. Мне очень чужды та идеология, которую мы помним с 1917 года. Но я хочу, чтобы каждый работающий человек имел свои права. И вместо того, чтобы говорить о корпорациях, которые очень часто недоплачивают, не выполняют прав, мы набрасываемся на профсоюз, который защищает. Хорошо ли, худо ли, бедно ли, да, нужно многое исправлять, но он именно защищает права работников. Я помню, Стас, вы в свое время НДИ были, мягко говоря, не совсем согласны с выводами комиссии Трахтенберга, которая как раз занималась тем, чтобы улучшить каким-то образом условия среднего класса. В НДИ была своя рабочая группа. Сейчас вот вы видите готовящийся бюджет. Что-то из выводов вашей рабочей группы, вы видите сейчас, что оно реализуется? Во-первых, я хочу напомнить, что мы были не согласны с выводами комиссии Трахтенберга именно в том плане, что он не совсем защищал, то есть почти вообще не защищал. Недостаточно, по вашему мнению, я помню. Недостаточно защищал средний класс. И с точки зрения приоритетов жилья не изменились те самые приоритеты, что дается в первую очередь жилье по количеству детей и по количеству, сколько лет ты женат или замужем. Сейчас это начинается меняться, потому что религиозные уже не в коалиции. И второе, с чем они были связаны, согласны, это кому будут выделены бесплатные кружки, дополнительное бесплатное дошкольное образование, когда сделали с 3 до 4 лет. Но это, видимо, сейчас все тоже будет пересмотрено. Да, это тоже будет пересмотрено. Дыра в бюджете произошла не только потому, что кто-то, так сказать, разбазаривал бюджеты. Дыра в бюджете произошла, например, потому что Израиль большой экспортер бриллиантов. Но если благодаря, из-за экономического кризиса во Франции покупают меньше обручальных колец, и поэтому наши бриллианты уже не нужны, значит, наш экспорт упал. А вместе с экспортом упал, так сказать, GDP, и это отражается на дырке в бюджете тоже. Простите, Нино, у меня теперь к вам вопрос. Почему я, как представитель среднего класса, которым я могу себя называть с полной ответственностью, должна платить за недокупленные кем-то бриллианты? Почему вы и любые представители среднего класса вообще должны платить за многое то? Например, я, Ирлопит, говорил, ведь основные деньги действительно не уходят на ультрарелигиозный сектор. Я совершенно согласна, что должно быть абсолютно равное распределение обязанностей. Я не понимаю, почему один молодой человек и девушка 18 лет идут в армию, а другие почему-то этого не делают, почему одни работают, другие не работают. Я согласна. Но это абсолютно не главная проблема, из-за которой у нас образовалась та самая дыра в бюджете, о которой говорил Стас. Почему я Ирлопит забыл, забыл начисто. А я думаю, он забыл это потому, что он теперь дружит, они теперь братья с Нафтали Беннетом. О том, какое количество миллиардов уходит на поселение, на развитие поселения и так далее и тому подобное. Это ведь тоже все. Потому что сейчас пытаются все валить на один или же ультрарелигиозный сектор. Опять-таки, я не согласна с тем, что они делают, но не в этом основная проблема. Простите, вынуждены прервать нас. Время наше истекает телевидение, как вы знаете. Все, по часам. Нино, в данной ситуации, вы не жалеете о том, что Авуда в оппозиции находится? Я очень рада, что Авуда находится в оппозиции по той простой причине, что с моей точки зрения, Ярлопит, это Натаньяу номер два. Это точно Бениамин Натаньяу, такой же капиталист, такой же приверженец тетчерской экономики. Ну и у вас теперь руки связаны, вы ничего конкретного сделать не можете за позицию? С правительством. Руки гораздо больше, кстати говоря, были бы связаны и будут связаны у тех, кто находится в коалиции. Повторение Ликуда номер два, более молодое, это просто Бениамин Натаньяу. Те, кто считают, что вот путь безумного, дикого Запада, я не против свободного рынка. Но я считаю, что это должно быть равное распределение не только обязанностей, но и прав и возможностей для всех. Люди, которые руководили страной в прошлой каденции, которые продолжают делать это сейчас, считали, что вот если ты сильный и умный, то ты богатый, а если нет, видимо, тебе, наверное, и не полагается. Невозможно, государство должно заботиться обо всех своих гражданах. Ярлопит повторяет ровно то, что делал Бениамин Натаньяу. А вот и нечего было там делать, а вот и должна быть воинствующей оппозиции. Я не сомневаюсь, что она таковой будет. На самом деле, мы как бы страна все-таки необычная. Например, наш оборонный бюджет, который очень многие называют священной коровой, он тоже должен по планам Лапида подвергнуться сокращениям. Стас, в связи с этим вопрос. Позавчера около Хайфы ВВС Израиля сбили беспилотника, по всей видимости, посланных из Балой. То есть, вот вам реальное доказательство того, что военная угроза существует, и, может быть, все-таки военный бюджет должен остаться священной коровой? Никто не смирит, никто не спорит с тем, что... Не говоря уже об иранской угрозе. Во-первых, я хочу сказать, что первый раз за время нашей программы, я полностью согласен, не но, партия Абуда должна быть в оппозиции. Я поздравляю вас, господа, вы согласны в чем-то. Нет сомнения, потому что те лозунги, которые тут декларирует мой товарищ Нино Абисадзе, как в собачьем сердце, помните, надо все взять и поделить. Это не работает. Не работает в свободном рынке, не работает в такой стране, как государственный заль, которая за 65 лет добилась потрясающих успехов. Именно потому что, так сказать, работала она, благодаря, так сказать, двигала ей мотивации свободного рынка, но при этом она не забывала, что она также социальная страна. И, так сказать, помогала и новым репатриантам, и слабым слоям населения. Но она это забыла в последнее время, Стасия. Простите, у нас истекает время. Теперь по поводу вашего вопроса. Не решая военного вопроса, мы можем решить социальный? Какая связь? Если государство Израиля не будет существовать, не дай бог, то понятно, что социальный вопрос уже не надо будет решать. Но при этом не надо нас все время пугать, что, так сказать, не хватает одного танка, одного самолета и так далее. Бюджет оборонный надо сокращать. Надо сокращать не на десятки миллиардов долларов, но на 4 миллиарда, на 5 миллиардов 100%. Там есть те самые жирки, которые не связаны с дополнительными самолетами, с дополнительными танками и с дополнительной подготовкой пехоты, которые приходятся на тех, которые, так сказать, получают пенсионные фонды за то, что они, так сказать, продвигаются по офицерской должности, уже находясь в тылу. И вот эти жирки, не только эти. И хочу напомнить еще одну вещь, как бывший глава финансовой комиссии. Это единственный бюджет, который сегодня непрозрачный. И никто не знает, в том числе в Министерстве финансов, в финансовой комиссии и так далее, сколько же действительно миллиардов добавляется каждый год уже к тому безвязь, который зарезервирован для Министерства обороны. Поэтому ничего не произойдет. С4 миллиарда будет дано на погашение тех самых долгов и того самого этой дыры черной 40 миллиардов. И то, что, так сказать, произошло с северной границей, этот беспилотный самолет... То есть вы считаете, что несмотря на ситуацию на севере, на юге Иран, военный оборонный бюджет можно резать? Я считаю, снова повторяю, я не генерал и не начальник генерального штаба, я говорю как финансист. Наша страна, она, так сказать, достаточно... Она может себя защитить даже без 4 миллиардов этого бюджета. Все это надо проверить откуда и как. Не сокращать танки, не сокращать что-то другое. Нужно сокращать те самые жирки. Наша страна, она сильна не только военной промышленностью. Она сильна и людьми, и мозгами, и учениками, которые подрастают иногда, так сказать, вкладывать в школу. И экономикой сильной, которую мы создали благодаря тому, что вкладывали предпринимателей. Поэтому это большой вопрос, где сокращать больше. Стас, с теми самыми людьми, я совершенно согласна, она и сильна, но теми самыми людьми, которые полмиллиона человек вышли на улицы именно в знак протеста, потому что их больше не устраивает та система распределения действительно всего того, что происходит в Израиле. Они поменяли правительство, и они продолжают сейчас говорить. Они поняли, что поменяв правительство, они получили Натани Ау, плюс еще одного Натани Ау в лице Яери Лапида. Они прекрасно это поняли. Уже с того момента, как начался разговор о том, какой бюджет Яери Лапид собирается положить на стол правительства, стало понятно, что никакой социальной справедливости в Израиле нет. И те полмиллиона молодых, которые вышли на улицы, это, судя по всему, было только началом, потому что количество людей, которые начинают протестовать уже сейчас, оно просто не может не вырасти. К счастью, пришло поколение, которое не будет молчать, как молчали люди старшего возраста. Вы мне напоминаете религиозный сектор, который очень, так сказать, обижается, что остался в оппозиции. Я проголосовала за то, чтобы партия Абуда была в оппозиции и как можно быстрее привела к падению этого правительства и новым выборам. Так что я была за это. Полмиллиона человек, которые вышли на демонстрацию в 2011 году, сделали выбор и послали в оппозицию религиозный сектор и партию Абуда. Они не послали, они дали партию Абуда 15 мандатов. Партия Абуда приняла решение, как социал-демократы истинные, что правительству Натани Ау нам нечего делать. Мы были бы там пятым колесом, поэтому это правительство нужно как можно быстрее сменить, чем, я уверена, будет заниматься партия Абуда. И та молодежь, и те люди, которые ее поддержали, выходя на социальные проекты. Господа, не новица за партия Абуда. Стас Месежников, партия НД, и большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.